Чёрный 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 Нынешнюю, оставленную В лебеде и полыни у забора И на давнюю, молодую, Когда он месил грязь На террасах хвойного. Он строил горно-обогатительный комбинат На берегу безымянной прозрачной речушки, Названной потом тоже хвойной. С тех пор соединение Тёмной хвои С бледно-лимонным сентябрьским свечением Лиственниц Отзывалось в нём праздничной грустью. Жил в двадцатиместной палатке Для молодых специалистов, Просыпался в четыре утра, Вылезал из спальника, Разбивал в ведре ледяную корку, Обливался возле палатки Из самодельного ковша, Потом зажигал летучую мышь И зубрил немецкой, Собирался сдавать кандидатской минимум. Коля Никитин, Спавший на соседнем топчине, Ругался. Что ты ни свет, ни заря, Который месяц не высыпаюсь? Запомни, Ваня, Наполеон Бонапарт Тоже вставал в четыре утра И стал великим, Но он жил один И никому не мешал. Иван выбрал Сосновую полянку И поставил чум. Научился у эвенков Во время охот И странствий по тайге. В хвойном шутили. Двадцатый век запомнится С потомком рюкзаком Обалакова И чумом Зырянова. В этом чуме Он и придумал Свой знаменитый Стакан, Во многом ускоривший Проходку наклонных галерей. Коля Никитин, Первым посмотревший Чертежи и расчеты Стакана, Возбужденно поддернул очки На курносые Свои седловинки. Ну, Ваня, Ну, Орел-надомник, Позволь с тобой Сфотографироваться. Какие были Золотые времена. Шестидесятые годы. Вся Сибирь Казалась ему Охваченной Бессонно-счастливым Порывом. Быстрее поставить Гессы, Гоки, Лэпы И ставили. Весело, Азартно, Размашисто. Шестидесятые Так проникли В Зырянова, Что еще долго Он подчинялся Романтически Бескорыстному Ослеплению. Неважно, Где спишь, Что ешь, Важно, Как движется Дело. Зырянов Смотрел На ласковый Желтый огонек Плавучей Метеостанции И отгораживался От теперешних Дней и ночей Юностью. Заглушал Стесненные Стонущие Сердце Ее Чистым И бесстрашным Голосом. Невидимый Черный Прыгнул В воду, Шумно Зафыркал, Заскулил Обиженно, Промазал По всплеснувшей Рыбе. Зырянов Встал. Черный Пошли И вернулся В дом. Сел За стол, Придвинул Белый лист В комитет Партийного Контроля При ЦК КПСС От Зырянова Ивана Афанасьевича Исключенного Из партии В 1984 Году. Настоящим Опровергаю Позорющее Меня Обстоятельства. Но Что-то Замедлилось, Замешкалось Перо. Иван Афанасьевич Еле удержался, Чтобы не швырнуть. В последнее время Он ощущал Сопротивление И даже Враждебность Многих Предметов. Стакан С чаем Обязательно Обжигал Пальцы. Угол Ковра Заворачивался, Чтобы он Споткнулся. Верной Косяк Больно Толкал В плечо. Так и Подмывало Разнести В клочья Ковер Кулаком Отдубасить Косяк. Нервы. Нервы. Все нервы. Уговаривал он себя, Но от уговоров Предметы Не становились Радушнее. Зырянов Открыл Тяжелый Толстый Том С бумагами. Вот, Трехлетний, Кропотливый, От листка К листку, От копии К копии, От архива К архиву, Свод доказательств, Что он Чист Перед делом, Перед партией, Перед сыном. Явелось Нелепое, Однако ж Острое И живое Желание Вернуться Вспять, Но не При помощи Этих Бумаг, А как Само Собой, Исключив Из жизни Трехлетний Дурной Сон. Глупо Поддаваться Такому Желанию, И все же Как зачастило Сердце От мимолетной Веры Возможность Щучьего Веления. После Хвойного Он строил Лесопромышленный Комбинат В Таежном И карта Его жизни По словам Одного прораба Перешла В другой Масштаб. Хотя Сам Зырянов Поначалу Не чувствовал Нового Служебного Измерения. Так же Поднимался В 4 утра Бежал Свои 5 километров Обливался По кряковой И по оховой Ледяной Водой Вскакивал В газик И мчался На строительную Площадку Чтобы шутить Ругаться На ходу Подписывать Бумаги На ходу Исправлять Проектировщиков Уговаривать Знаменитого Монтажника Семиусова Отложить Отпуск До сдачи 5-го цеха А уж потом Будет Семиусову Путевка На лучший Санаторный Берег Ну вот Однажды Ночью Он выскочил На истошный Караул Сторожа винного Магазина Подмял Дюжи Молодец Зырянов Схватил Молодца За шиворот Тот вырвался Побежал Но где же ему Похмельному Испуганному Было уйти От легконогого Тренированного Зырянова В милиции Оформлявший Привод Пожилой Лейтенант Спросил Ты Дружинник Что ли Как фамилия Я Зырянов Начальник Строительства ЛПК Лейтенант Удивился Зачем врешь Зырянова Поймал Привел Молодец Ну зачем Врать Извини Документы Не успел Захватить Сейчас сбегаю Лейтенант Прижег Папиросу Помахал Спичкой Перед носом Зырянова Веселись Но не очень За себя живи Самозванцев Без тебя Хватает Зырянов Значит Не мог Караул Услышать Не мог Почему На его Этаже Бандитов Не ловят Там Службу Несут И службу Обдумывают А на каком Ловят На первом Чтоб Из дверей Быстрее Выскакивать И быстрее Ловить Зырянов Не раз Потом Вспоминал Посмеиваясь В приятельском Кругу Об этажах Милицейского Лейтенанта Чем выше Человек Поднялся По служебной Лестнице Тем величественнее Его гражданские Добродетели Общее Благо Государственный Интерес Чувство Ответственности А первому Этажу Достаются Добродетели Помельче Участливость Сердечная Отзывчивость Мужская Честь Он Снова Взялся За перо Справка Составленная Ответственным Инспектором Товарищем Остивом Не соотносится С достоверностью Ни одним Своим Пунктом Так Справка Отмечает Что я Неправомерно Вмешивался В работу Следственных Органов Но вот Что я Сделал В действительности Из Таёжного Зарянов Уезжал На север Строил Там Молебденовый Завод И как Сообщал В письмах Старым Товарищем Боролся С мировым Капиталом В строительстве Завода Участвовали Западногерманские Фирмы Было дело Хватал Господ капиталистов За руку Когда норовили Подсунуть ему Технологическую Или инженерную Липу Особой Наглостью Бессовестностью Отличался Зигфрид Из Штутгарта Опекавший Крановое Хозяйство Тощий Весёлый Он лишь Чуть Разовел От Зыряновских Разоблачений Турокой Иван Что остаётся Бедному Немцу Сослаться На батюшку Мороз Сокласен Исправим Зигфрид Подмиговал Зырянову Исыпал Северным Говорком Туфты Не будет Гражданин Начальник И хохотал Закидывая голову В собачьем Молыха И так круто Что видно было Какое у него Розовое Младенчески Чистое Нёбо Вернувшись Севера Зырянов Принял Таёж Гестрой Возвращение Его Совпало С прокатившейся По стране Волной Разоблачений И судов Над крупными Партработниками Администраторами Производственниками Увязшими В многолетнем Воровстве И бесчестии В грозном Гуле Очистительной Волны Порою Гасли Такие Имена Что он Заголу Хватался Ведь умница Был работник Как мог Опуститься На присмыкательство Перед торговцами И ворами И до Таёжного Долетали Так сказать Брызги Этой волны Арестовали За взяточничество Начальника Треста Никитина Того самого Кольку Никитина Прораба Из сквойного Съевшего Вместе С Зыряновым Воистину Под соль Пришёл На приём Отец Никитина Павел Николаевич Старенькой Чистенькой С седой Щёточкой Усов Ветеран Партии Ваня Ты же знаешь Коля Ни копейки Не взял Его оговорили Прошу Обратись В инстанции Пусть Колю До суда Освободят Из-под Стражи Следствие Закончено Я хочу Его Приободрить Зырянов Обратился В инстанции Но Не дождавшись Ответа Поехал В тюрьму Вместе Со своим Заместителем По кадрам Евсеевым Сморщенным Сухоньким Человечком У начальника Тюрьмы Болели Зубы Он сидел Плотно Сжав Ладонью Челюсть Не говорил А мычал И даже Здороваясь Не отнял Ладони От рта Пока ждали Никитин Так и сидел Помыковая Да смахивал Под Солба Привели Николая Он Молча кивнул И тотчас Отвернулся К окну Зырянов Ждавший От него Хоть Малых Знаков Былого Товарищества Улыбки Рукопожатия Доверчивого Вздоха Растерялся Сбивчиво Ненатурально Бодро Объяснил Что вот Хлопочет Об освобождении До суда Что видел Павел Николаевич Что тот Просил Не отчаиваться Спасибо Четко И сухо Выговорил Николай Не отрывая Взгляда От окна Прошу Также засвидетельствовать Что деньги Полученные От недорожного На покупку Японского Магнитофона Я внес В кассу Чек Я вспомнил Должен быть В тумбочке Под зеркалом Вместе с квитанциями За телефон Недорожный Был Московским Начальником Николая И тоже Попал В следственную Воронку Свет Из окна Обособлял Николая Выхватывал Из электрических Сумерек Кабинеты И Зарянов Увидел Как беспомощно Сползли у него Очки На кончик Носа Как прижаты Руки К швам Как невидяще Смотрел И смотрел Николай На белый свет Поигрывая Желваками Стоял он Сейчас В некоем Кругу Из которого Никак Не отвлечься Ни в молодость Ни в прежнюю Размашистость Как Заяц Не может Вырваться Из луча Фары К спасительным Кустам На обочине Зарянов Шагнул Николаю Коля Я тебе верю Все будет Хорошо Николай промолчал И вяло Пожал Заряновскую Руку Заместитель Евсеев При этом Рукопожатии Прокашлялся С такою Натужную Многозначительностью Что Лысая головка Его Покраснела Ни с кем Не прощаясь Ни на кого Не взглянув Он Поспешил К двери И быстро Засеменил По длинному Тюремному Коридору Зарянов Шел за ним И думал В догонку Услышал Я твой Кашель Евсеев Внятно Неприлично По твоему Руку Протягивают Преступнику Никитину А он Евсеев Не преступник И суда Не было И жизнь Не ту Прожил Чтоб Преступником Стать Подозрительность Твоя Евсеев Необъятна А потому Бессмысленна И страшна Пора Ее Прекращать Евсеев До таеж Гастроя Ведал Кадрами Где-то Во внутренних Войсках Любил Предосужим Застольном Случае Выкриковать Пронзительным Фальцетиком И в черной Траве Под тайшетом Былинные Слезы Взошли Видимо На этой Черной Траве И настоялась Евсеевская Подозрительность Зря Она Вспомнил Длительную Ухмылку Евсеева С какой И тот Тот Приносит К нему Личные Дела И этот Крановщица И этот Что-то Зачастил В Иркутск Записывает Его Каждый Шаг Тщательными Черными Буковками Отмечает Как Зырянов Посмотрел На секретаршу Как Собирался На охоту Послав Шофера За патронами В магазин Как Обменивал Лес На овощи И фрукты Как Содержал Сторожей Не предусмотренных Штатном Расписании Такими же Черными Буковками Заполнил Евсеев Письмо Куда Надо Приехал Ответственный Инспектор Остьев Мужчина В летах Но под жарой Легкой В движениях Со здоровым Смуглым Румянцем На щеках И этим Первоначально Расположил К себе Зырянова Может Кусы Шестьдесят А выглядит Молодцом Должно быть Тоже Бегает Уж Конечно Не объедается Остьев Неторопливо И вежливо Вникал В Зыряновскую Жизнь Спросил Однажды Как удавалось Зырянову Обменивать Лесоматериалы На овощи И фрукты Тот Ответил Не предполагая Что Остьев Обозначит Впоследствии Этот обмен Разбазариванием Материально-технических Ценностей И не укажет Что фрукты И овощи Шли в рабочие Столовые Таёжных И менялся Зырянов С разрешения Министра Вплыли И лишние Сторожа Зырянову Казалось Он доказательно Объяснил Их появление Но Остев Потом Отнес их Грубейшим Нарушением Финансово-штатной Дисциплины Всё-таки Сквозь вежливые И ровные Остевские Расспросы Постепенно Проступал Холодок Неприязни Иван Афанась Понял Ему Не верят Остев Приехал С оформленным Настроением Наказать Ещё Одного Начальника И Загорелась Душа У Ивана Афанась Почему Это он Честный Человек Должен Объясняться И оправдываться Он весь на виду Ищите Смотрите Спрашивайте Что было То и узнаете Остев На пылкость Эту сказал Что ж Товарищ Зырянов Надеюсь Документы И свидетели Подтвердят То что было Очутился Вдруг Зырянов В неведомом Прежде Шушукающемся Мире Когда на каждом Шагу Спотыкаешься То о сплетню То о слух Остев Спрашивал То-то Остев Встречался С тем-то Зачем он Тогда развел Это чистоплюсь Ах Вся моя жизнь На виду Пожалуйста Ворошите И потрошите Ее Как хотите Надо было Самому Добывать Каждую справочку Каждую накладную Каждую бумажку Подписанную им И приносить Остеву Вот они Доказательство Знать бы Тогда Что подозрительность Ненасытна И постоянно Ищет Корм Чтобы тучнеть И расширяться Однажды Пробужденная Она уже Не воспринимает Человеческую Судьбу Как соединению Успехов И ошибок И лишь Последние Тревожат И распаляют Ее Нюху Ведь бумаги Подтверждающие Его невиновность И собранные Им теперь Существовали И при Остеве При его Разбирательстве Почему же Они Не нашлись Тогда Не защитили От навета Евсеева Наверное Остева Смутили И усугубили Его подозрительность Сталегкость С какой он Зырянов Отстранился От защиты Своей судьбы Тот романтизм Не почину С каким Он Зырянов Развернул Свиток Своих Добродетелей Вон Сколько Всего Я по Сибири Настроил Умно И удачливо Сколько Орденов Заработал А вы Тут В жалобе Копайтесь Так Наверное Понял Его Чистоплюйство Остев И принял За отвлекающий Маневр Он Вычитал Однажды Что Триумф И победа Лишь эпизод Частность Человеческой Жизни А поражение Вот Истинная И высшая Ее цель Видимо Поражение Следовало Толковать Как преодоление Будничных Препятствий Как ежедневную Способность Не застрять В суете Сиюминутных Спорах Ссорах Неурядицах Хотя Именно Из них Слагается Путь К победе Засрочный Ввод Завода Инженерные Удачи Орден Всего лишь Эпизоды Среди Сопротивляющихся Противящихся Тебе Дней Он Снова Склонился Над бумагой Подчеркиваю Что Динамика Основных Хозяйственно Экономических Показателей Таёж Гестроев Бытность Мою Начальником Его Была Положительной Была Динамика Была Да вот Пропала Затмилась Грозным Словом Разбазаривание После Исключения Он ушёл На Нижнюю Тунгуску В зимовье Петлял По таёжным Тропам Не снимая Ружья И всё Спрашивал Кого-то С наивной Настойчивостью Почему же Нужно Думать О человеке Плохо Почему Сначала Не подумать О нём Хорошо Что он Работящий Порядочный Честный Почему Плохому Верят Охотнее Чем Хорошим Почему Трудовая Ясная Судьба Не может Защитить Его От Власти Подозрения От Ломовой Непреклонности Этого Подозрения Он Ходил По таёжным Тропам И не знал Ещё Что у жены Его Началась Бессонница От анонимных Писем И звонков Пропитанных Злорадной Слюной Ну что Получил Твой Зырянов Научили Его Жить Теперь Не будет Руками Размахивать Теперь Некому Кричать Поднажмём Братцы Он Он Вернулся В Таёжное А там Ждал Его Следователь По Особо Важным Делам Проверим Товарищ Зырянов Как Вы Обходились С казёнными Деньгами Когда И где Вы Покупали Уазик В личное Пользование Не Сохранилась Ли Расходная Эквитанция Не Совмещали Ли Свои Охоты Со Служебными Командировками И случайно Не остались Ли У вас Авиабилеты Подтверждающие Что вы Летали Именно На Охоту Вот Вы Веранду К дому Пристраивали Пиломатериалы Конечно Выписывали Через Магазин Строительных Товаров И конечно Можете Предъявить Накладные Зырянов И Соследователем Не Сдержался Как Это у вас Ловко Получается Исключённые Из партии Автоматически Переходят В разряд Уголовников Кто Вывел Эту Закономерность Вы Бо Полегче Товарищ Зырянов Призрачные Были Дни Вроде Бо И не Им Проживаемый Не Ему Принадлежащий Вдруг Проезжая Мимо Знакомой Строй Площадки Останавливал Машину И кричал Знакомому Прорабу Миша Ты кран Вон туда Переставь Легче Же Будет Тут Жас Похватывался И С горящими Щеками Поднимал Стекло Эк Меня Заносит Этот Миша Был с ним На севере И однажды Принес Заявление Писанное Стихами Прошу Тебя Зырянов Прочесть Сей Стон Души В рифм Зырянов Еще Никто Никто В отпуск Не Отпрашивался И Хоть Был Конец Квартала Но Заявление Он Подписал Мгновенно Вспомнив Стон Души Зыря Навтормозил Пятил Машину И Снова Кричал В открытое Окно Нерюнду Помнишь Всегда Твое Заявление В бумагах Нашел Так Он Метался Порой Подозревая Уже Сам Себя Где Когда Как Он Мог Так Оступиться Где Судьба Дала Сбой И За что Ему Выпало Все Это Никто Конечно Не Приготовил Ему Ответа На Блюдечки Не Принес И В конце Концов Зырянов Понял Что Ответ Этот Должен Найти Сам День За Днем Перелистывал Он Свою Жизнь Чтобы Написать Завершающую Строчку Ранним Августовским Утром Прошу Восстановить Мою Честь И Достоинство Зырянов И.А. 14 Августа 1987 Года Город Таежное Вы Слушали Рассказ Вячеслава Шугаева «Горечь Оправдание» Читал Артист Алексей Покровский Артист Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok